Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, я не случайно вам показал сейчас, как я делаю подъемы на бицепс. Друзья, связано это с тем, что в последнее время, как я бы не тренировался, и говоря, последнее время это длится уже несколько лет, у меня преимущественно забивались связки и брокеалиос. Видать, он у меня сильный, и мне было очень сложно прочувствовать реально двуглавую мышцу плеча, бицепс. Но, когда я стал делать подобные подъемы, строгие подъемы, веса, естественно, снизились существенно, но, друзья, ощущения в работающей мышце просто нереальные. Конечно, я продолжаю делать иногда и обычные подъемы, вы знаете, я за периодизацию. Когда я хочу и когда я тренируюсь на силу, я делаю с обычной штангой, вес упора спиной на 6-7 повторений. Но, как сейчас я работаю в строгой технике, 12-15 повторений в бицепсе просто горят. Я настоятельно вам рекомендую делать такие подъемы. Особенно, если вы натурал, вы знаете, что периодизация это наше все. Ну, точнее, теперь уже ваше. Я уже на темной стороне. Я это не скрываю, не скрывал. Мне уже скоро 43. Поэтому, друзья, пробуйте. И обязательно потом отпишитесь в комментариях, как вам понравился такой подъем. Какие у вас ощущения именно от подобных подъемов. Спасибо каналу «Железный рейтинг», который пропагандирует очень это упражнение. Именно оттуда я узнал об этом. Слышал, конечно, и раньше, видел, но конкретно заинтересовался именно после просмотра роликов «Железного рейтинга». Так что, друзья, работаем, тренируемся и получаем пользу и удовольствие. А самое главное, сохраняем наше с вами здоровье. Продолжение следует... Друзья, предвосхищая ваши вопросы, скажу сразу, что здесь гораздо эффективнее использовать прямой гриф. Не стоит использовать изогнутый гриф, если у вас нет каких-либо проблем с кистями. Потому что прямой гриф гораздо эффективнее работает именно на двуглавую плеча. Именно на две головки бицепса. А вы знаете, что бицепс всегда работает двумя головками. Нельзя, кто бы вам что ни говорил, смещать нагрузку так, чтобы один пучок работал, другой не работал. Бицепс всегда работает вместе. Когда же вы используете ЕЗ-гриф, изогнутый гриф, вы часть нагрузки опять-таки переносите на брокеалия. А вы знаете, что бицепс, помимо всего, еще выполняет работу супинируя кисть. Так вот, когда вы работаете с прямым грифом, бицепсу хочется супинировать вашу кисть. Сопротивляясь этому, вы усиливаете эффект от воздействия данного упражнения. Поэтому я за прямой гриф. Сопротивляясь этому, вы можете сделать это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одного упражнения на бицепс, друзья, более чем достаточно. Не стоит себя перегружать. И нет в этом никакого смысла. Потому что работают все головки. Обе головки работают. Достаточно поработать хорошенько в одном упражнении. Ну что, спасибо, что смотрите. Не забывайте писать ваши вопросы. Ставьте лайк. Если что-то не нравится, ставьте дизлайк. И пишите, что вам не нравится. Всем пока. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую. Если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги, они довольно-таки доступные. Но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность, тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА